Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Галина Топилина. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. В интересах людей губернатор Дмитрий Азаров добился решения по пересмотру газовых расценок в регионе. В Куйбышевском районе провели командно-штабную тренировку на случай возникновения паводка. Главы районов, представители профильных ведомств осмотрели пункт временного размещения и плавсредства для эвакуации людей. Не смогли вернуться с отдыха из-за стихии и безответственного отношения туроператора. Кто должен возместить ущерб туристам, если их не смогли вывезти из отеля? Губернатор Дмитрий Азаров добился решения по пересмотру газовых расценок в Самарской области. Глава региона обратился в Федеральную антимонопольную службу. Ведомство установило, что цены, которые были самостоятельно установлены газораспределительными компаниями, не являются экономически обоснованными. Дмитрий Азаров поручил представить данные по устранению нарушений к 1 мая. Тренировка на случай возникновения паводка в Самаре прошла сегодня в 57-й школе в Волгаре. В ней приняли участие замглавы Самары Александр Андреянов, руководители всех районов города, сотрудники МЧС. Представители районных властей рассказали, какая подготовка проведена. А сотрудники МЧС продемонстрировали спасательную технику. Виктория Шарая продолжит. Один из пунктов временного размещения жителей в случае наводнения будет организован в 57-й школе Самары. Здесь подготовлены комнаты матери и ребенка, спальные места, закуплено постельное белье, предусмотрен подвоз горячего питания и сухпайков, а также детского питания. Такие пункты временного размещения есть в каждом районе Самары. В случае паводка в зону подтопления могут попасть дома, расположенные в Куйбышевском, Красноглинском, Советском и Железнодорожном районах. В Самаре прошла командно-штабная тренировка на случай возникновения паводка. В ней приняли участие представители всех районов города, сотрудники МЧС, заместитель главы Самары Александр Андреянов. Сейчас мы просматриваем готовность всех сил к тому, что, возможно, произойдет паводок. Ситуация в области достаточно напряженная по этому поводу. Соответственно, все службы должны быть готовы. Сейчас проверяются наличие этих служб, готовность их, готовность материально-технических ресурсов. Ну и все, что с этим, соответственно, связано. Районные власти подготовили списки жителей, которые самостоятельно спастись не смогут. Это маломобильные граждане. Для них предусмотрены места в санаториях. Определен порядок водоснабжения во время паводка. Заключены договоры с компанией-перевозчиком и с лодочными станциями. На одной из них и отправились из пункта временного размещения участники командно-штабной тренировки. На берегу реки Татьянка расположен центр МЧС. Это мерная линейка, по которой измеряют уровень воды в реке. Как мы видим, до критической отметки еще достаточно далеко. А первые дома могут оказаться в зоне подтопления, когда уровень воды в Волге окажется на высоте 32,5 метра. Участники командно-штабной тренировки осмотрели спасательные средства, лодки, мотопомпы, носилки, спасательные жилеты, машину повышенной проходимости. Она нужна в тех случаях, когда воды на дороге слишком много и на обычной машине уже не проедешь, а для использования катера недостаточно глубоко. Основная цель и задача была этой комиссии – это посмотреть текущую обстановку, которая на сегодняшний день складывается в городском округе Самары. У нас на 18 апреля на 10 часов утра уровень воды в реке Волга у города Самара составляет 30 метров 19 сантиметров по Балтийской системе. Что на сегодняшний день считается в порядке нормой весеннего бумаги. Если взять сравнение с прошлым годом, то именно 18 апреля 2023 года уровень воды составлял 31 метр 92 сантиметра. Потом шел на спад. Последний сброс воды на ГЭС ожидается 26-27 апреля. По прогнозам, которые дает Росгидро, объем составит примерно 26 тысяч 500 кубических метров в секунду. В этой ситуации уровень воды в Волге может подняться до 32 метров по Балтийской системе. По мнению спасателей, это не приведет к значимым затоплениям территорий. Виктория Шарая, Константин Головин, События. Туроператоры продолжают вывозить российских туристов из Дубая, где из-за ливни и наводнения были отменены авиарейсы и размыло дороги. Однако не всем путешественникам повезло с гидами. Семья из Самары не смогла выбраться из отеля, потому что им не организовали трансфер в аэропорт. В итоге самолет улетел без них. Можно ли в таком случае требовать компенсацию от туркомпании, ждать помощи или самостоятельно покупать билеты на рейс? Наши корреспонденты выяснили у эксперта. Подробности расскажет Светлана Кудрявцева. Российские туристы возвращаются из Дубая, который на днях оказался во власти стихии. Рекордные дожди обрушились на Объединенные Арабские Эмираты в ночь на 16 апреля. За сутки выпало двухлетнее количество осадков. Движение на дорогах было парализовано, авиарейсы отменены. Туроператоры помогали туристам с размещением и питанием. Однако повезло не всем. Жителю Самары Сергею, который с супругой улетел в отпуск к Фуджейру, пришлось ночевать в фойе, укрывшись полотенцами. Туркомпания не предоставила семье трансфер до аэропорта. 17 апреля у нас должен был быть вылет из аэропорта Дубая. Рейсы до 21.00 все поотменяли, а наш в 22.05 стоял по расписанию. Несколько раз писали гиду за 5, за 4, за 3 часа, что наш рейс не отменяется. Он улетит, отвезите нас в аэропорт. Она отвечала, что точно отменит. Но в итоге его не отменили, он благополучно улетел. Сидим сейчас, ждем в отеле какой-либо информации. По словам Сергея, гид от компании не предоставил помощи в организации размещения и вылета семьи в Самару. При этом туристы имеют право требовать от туроператора, чтобы их туристический продукт соответствовал тому, что написано в договоре. Обычно, когда покупают такой пакетный тур, туристам обязательно в этот пакетный тур включается, во-первых, трансфер. От отеля до аэропорта и обратно. И авиаперелет. И та ситуация, в которой оказались туристы, безусловно, это вина туроператора, что он не организовал своевременную доставку. То есть он не оказал услугу належащего качества по доставке туристов от их гостиницы до аэропорта. То есть это, безусловно, вина туроператора. По словам адвоката, конкретный способ действия в такой критической ситуации остается индивидуальным за каждым из туристов. Не у всех есть деньги и возможность финансовая взять и сейчас выложить, условно говоря, 200 тысяч рублей или даже 300 тысяч рублей, чтобы купить авиабилеты и перевезти свою семью из трех-четырех человек, допустим, хотя бы даже до Москвы. Поэтому таким туристам, наверное, в принципе, ничего не останется, кроме как сидеть и ждать, пока, возможно, туроператор организует какой-то новый рейс или организует им места на другом рейсе. Другое дело, это может быть далеко не завтра и даже не через три дня. Те же туристы, которые выберут лететь за свой счет, прилетят в Россию, в дальнейшем имеют право подать туроператору претензию, потребовать от туроператора возместить им убытки. Убытки в виде стоимости авиабилетов, такси и так далее. И либо надеяться на его порядочность, что он сделает это в досудебном порядке, ну, либо уже обращаться в суд и получить свои денежные средства. Ну, конечно, нужно рассчитывать, что это будет не быстро, минимум 6-8, а то и 10 месяцев до того, как туристы получат свою компенсацию. Но и те туристы, которых в итоге вывезет туроператор, тоже имеют право потребовать компенсацию за услугу, которая хоть и оказана, но ненадлежащим образом. Они смогут потребовать от туроператора, с одной стороны, моральный вред, компенсацию морального вреда, но мы должны признать, что в Российской Федерации компенсация морального вреда очень небольшая и по туристским продуктам, но это, как правило, несколько десятков тысяч рублей, а то, может быть, и 10 тысяч рублей. То есть вряд ли можно говорить о том, что на это можно обогатиться. Второй момент, они могут потребовать снижения стоимости услуги, поскольку услуга была оказана, но не того качества, как они рассчитывали, они могут потребовать снизить стоимость услуги, но это тоже, мы не можем, конечно, вести речь о каких-то значительных компенсациях. Я могу так сказать, что, как правило, те моральные страдания, которые люди действительно несут, они редко окупаются подобными дальнейшими судебными процессами. В Ассоциации туроператоров России ранее заявили, что порядка пяти тысяч российских туристов не смогли вылететь из Дубая из-за шторма. В АТОР поступают звонки и письма с жалобами. Ассоциация направила официальное обращение в ведущие авиакомпании с просьбой оказать оперативное и максимальное содействие пассажирам. Светлана Кудрявцева, Полина Челякова, Константин Головин. События. Контроль за исполнением бюджета и нормотворчества, ориентированное на поддержку разных слоев населения. В Самаре подвели итоги работы Думы городского округа Самары за 2023 год. Перед депутатами отчитался председатель Алексей Дегтев. Какая работа была проведена Думой в прошлом году, расскажем в нашем сюжете. Вектор на поддержку разных слоев населения. На заседании городской думы заслушали отчет о деятельности представительного органа в прошлом году. Большая доля софинансирования расходов местного бюджета из вышестоящей казны говорит о конструктивном взаимодействии всех уровней власти. В формировании бюджета Самары и контроль за исполнением традиционно остаются приоритетными задачами Думы. Слаженная совместная работа с главой и администрацией города дала возможность принимать оптимальные решения в сжатые сроки, определяя приоритеты финансирования. Отмечена роль Думы в патриотическом воспитании, а также вовлеченность в работу совещательных структур. По сложившейся традиции депутаты и представители наших совещательных структур принимали активное участие во всех важных для города событиях, в том числе экологической направленности. Это субботники, молодежная добровольческая акция «Пожиратели незаконной рекламы», экологическая акция «Большая чистая вода». Отдельным направлением работы Думы стала помощь переселенцам из новых регионов и сбор гуманитарного груза. Отчет о деятельности Самарской городской думы одобрен депутатами единогласно. Галина Топилина, Григорий Плешаков, События. В Самаре продолжаются работы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». В порядок приводят историческую часть города. Какие работы ведутся уже сейчас на улице Куйбышева в рамках комплексного ремонта и какие еще запланированы, узнала Полина Чулякова. В историческом центре Самары ведут работы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». На улице Куйбышева, которая расположена в Самарском и Ленинском районах и является одной из визитных карточек города, начался первый этап ремонта. Протяженность всего участка, который приведут в порядок, более километра. В числе первоочередных задач – отремонтировать тротуары от Венцика до Вилоновской. Чтобы минимизировать неудобства для жителей, обновление организовали в шахматном порядке по разные стороны улицы. В настоящий момент, мы видим, идут демонтажные работы, также после демонтажных работ ведутся подготовительные по засыпке пить печаным, а с чебеночным и пить печаным основанием. В дальнейшем будет сделано у всех задание отмозка и в дальнейшем уложена петонная плитка. Пока тротуар не закончен, проект в части не перейдем. Благоустроят также газоны, установят новый бортовой камень и пешеходное ограждение, обновят урны, заменят люки колодцев и решетки дождеприемников. Их поднимут на проектную высоту, крышки сделают антивандальными и антишумовыми. На тротуарах у каждого водостока зданий обустроят отводные лотки. Вода будет уходить в систему ливневой канализации. Для маломобильных граждан появятся пандусы нового типа, оснащенные встроенными тактильными элементами. В реализации нацпроекта применяют современные материалы и технологии. Сложностей на объекте довольно много, отмечают специалисты. Например, не каждый объект торговли имеет благоустроенное крыльцо. Чтобы входные группы привести в порядок, власти ведут работу с владельцами зданий. Индивидуально надо подходить к каждому зданию. Здесь оживленная улица, и трафик, и пешеходный трафик, и жители города, и туристы, гости города. Самый оживленный участок. Помимо всего прочего, каждое здание является памятником культуры, культурного наследия. Поэтому мы очень аккуратно относимся к каждому крыльцу, согласовываем все свои действия. Также подрядная организация удаляет старые аварийные деревья. Живые деревья, которые растут на улице Куйбышева, сохранят. Рабочие выкопают их и пересадят на другие улицы. В частности, на Чапаевскую, Садовую. А на улице Куйбышева впоследствии будет выполнено компенсационное озеленение. Высадят более трех тысяч кустов кизильника и 94 липы с красивой сформированной кроной. Мы высаживаем их в очереди, для того, чтобы они прижились. Но заранее мы подготовим для них определенные ямы. Аккуратненько подойдем к этим ямам плиткой. Яму укрепим специальными ящиками. В дальнейшем туда будет признана посадка данных лип. И, скорее всего, будет установлена металлическая пресвольная решетка. Мы посадим ровно то количество, которое тут и было на улице Куйбышева. Потому что тут очень много пустых рабаток. Без деревьев когда-то их уже удалили. И рабатки пустые. Поэтому нам нужно их восполнить. Поэтому мы сажаем 94 липы по всей улице Куйбышева. Меньше деревьев, чем раньше, не было. Напомним, что в 2021 году на улице Куйбышева улучшили систему освещения. Воздушные линии перенесли под землю. Установили новые опоры и стилизованные фонари. В этом году обновят пешеходные ограждения и урны. В 2023 году на участке улицы Куйбышева завершили перекладку теплотрассы. Подрядчик обеспечил восстановление после перекладки труб. От Венцика до Некрасовской асфальтобетонное покрытие автодороги и плиточное покрытие тротуара с четной стороны участка были отремонтированы. И сейчас находятся в нормативном состоянии. Поэтому на данных локациях работы в этом году уже не предусмотрены. Для удобства горожан в период ремонта рабочие устанавливают к каждому крыльцу дома временные мостки. Самарцы с нетерпением ждут обновления одной из главных улиц города. Жителям нужно, чтобы ходить по новому тротуару, по новым дорогам. Пандусы для жителей города, которые с детьми, они нужны. Хорошо, что это модернизируется и встраивается в наш город. Центральная улица нашего города, она должна быть в хорошем состоянии. Здесь пешеходов много, люди гуляют. Это комфортно, удобно, чисто, аккуратно будет. Нас очень радуют эти улицы. На Куйбышево в рамках дорожного нацпроекта работы на тротуарах продлятся около полутора месяцев. А с остальными задачами по ремонту подрядчик должен справиться до конца лета, чтобы осенью осталось лишь вновь озеленить улицу. Полина Чулякова, Валерий Майоров, События. В Самаре приводят в порядок рекламные конструкции. По всему городу установлено 948 счетов. Из них было отремонтировано 59 конструкций. 93% уже привели в надлежащее санитарное состояние. Как проходят работы, узнала Елизавета Прокопенкова. Эстетично и красиво. В Самаре приводят в порядок рекламные конструкции. Всего по городу установлено 948 конструкций. Из них 904 расположены вдоль дорог местного назначения, а остальные на частных территориях. Щиты отмывают, опоры красят и при необходимости ремонтируют конструкции. Работы усилены в рамках апрельского месячника по благоустройству. Основной объем приходится на объекты, расположенные на улично-дорожной сети. Конструкции, которые стоят вдоль автомобильных дорог, потому что агрессивная окружающая среда и зимний период накладывают, конечно, отпечаток на эксплуатацию этих конструкций, потому что это грязь дорог, это, соответственно, применение противогололедных материалов, не очень хорошим образом влияют на металлические конструкции. Конечно, их нужно мыть, ремонтировать и следить за ними, чтобы они были в надлежащем виде. В текущем году было запланировано отремонтировать 59 конструкций. Их уже привели в порядок. Ремонт проводят для того, чтобы конструкции находились в надлежащем состоянии, которое должно соответствовать технической документации. Затем опоры рекламных щитов очищают от незаконно размещенных объявлений и нанесенных граффити. Листовки удаляют, остатки бумаги счищают скребками. После этого поверхность окрашивают в традиционный серый цвет. 93% конструкций по всей Самаре уже приобрели эстетический вид и приведены в надлежащее санитарное состояние. Портится опора, на которой умудряется столько объявлений наклеить, что порой приходится очень много времени тратить. Ну, соответственно, металлическая конструкция, то есть, зазиму приходит не совсем хороший вид, и приходится все это красить. Всеми видами работ занимаются рекламные организации и владельцы объектов, с которыми взаимодействует Департамент городского хозяйства и экологии. Елизавета Прокопенкова, Валерий Майоров, События. Ко дню Победы приводят в порядок могилы участников Великой Отечественной войны. Самарские волонтеры провели уборку на городском кладбище, очистили территорию от мусора и прошлогодней листвы, покрасили звезды на памятных мемориалах. Репортаж подготовила Полина Чулюкова. Благоустроить воинские мемориалы на центральное кладбище Самары вышли около сотни волонтеров. Молодая гвардия, волонтеры Победы, волонтеры Серебряного возраста и военно-патриотические объединения. Нам очень хочется убраться на всех памятных местах, чтобы 9 мая каждый мог дойти до памятника и возложить цветы, вспомнить погибших, чтобы было приятно, спокойно подойти и помянуть непосредственно людей. История благоустройств воинских мемориалов началась еще в 2017 году. Теперь ежегодно 18 апреля по всей стране проходят уборки памятников. Волонтеры убирают старую листву, протирают плиты и кресты, а еще у них с собой красная краска и кисточки. Ведь на могиле каждого ветерана Великой Отечественной войны есть звезда, которую необходимо подкрасить. Очень важно, потому что молодежь участвует вот в этом субботнике. Если мы не помним прошлого, то у нас нет будущего. Наша задача вот здесь, чтобы они тоже соприкоснулись с теми героями, которые дали возможность жить на этой земле с счастьем на протяжении десятков лет без войны. Волонтеры работали на четырех участках кладбища. Маленькими группами делали большие добрые дела. Это стало традицией доброй. Это нужно для очищения души каждому из нас. Мы чувствуем вот это бремя долга, обязанности перед теми подвигами, которые они совершили ради того, чтобы мы с вами жили, чтобы жили наши дети, внуки и правнуки. Нужно помнить всегда, нужно всегда помнить свою историю. Такие субботники нужно проводить как можно чаще, чтобы как можно больше молодежи помнило историю нашей страны. Помимо благоустройства мемориалов, волонтеры готовятся к всероссийской акции «Георгиевская ленточка», которая начнется 24 апреля, и другим памятным мероприятиям в преддверии Дня Победы. Полина Чулякова, Николай Епифанов, События. В Самаре подвели итоги регионального этапа соревнований профессионального мастерства среди оперативного персонала станций Т-плюс. Команды оценивали в восьми разных дисциплинах. Кто стал победителем, расскажем в нашем сюжете. Знать нормативно-правовую документацию и свои рабочие обязанности, правильно действовать при аварийной ситуации и уметь оказать первую помощь – все это должны были продемонстрировать команды Т-плюс, представляющие электростанции Самарской области с парогазовыми установками. Егор Куркин защищал часть Сызранской ТЭЦ. Для него это были первые соревнования и сразу успех. Егор помог команде победить на региональном этапе. Говорит, секрет успеха в ежедневной грамотной работе. Все это похоже. Физик везде одна и та же. Процесс одни и те же происходит, что на тренажере, что в реальности. Просто небольшие нюансы именно есть на нашем оборудовании и конкретно на тренажере. Немножко отличаются. Конкурсы профессионального мастерства в компании Т-плюс проводятся регулярно уже много лет. Они стимулируют сотрудников постоянно развиваться, оттачивать приобретенные навыки. Это все приводит к повышению надежности эксплуатации оборудования станций и теплосетей, а потребитель получает качественное тепло. Это дает им развитие в своей трудовой деятельности. Отрабатываются навыки, в том числе они применяются в ежедневной работе и повышают надежность работы наших объектов и вовлеченность нашего персонала. Победители теперь будут представлять область на межрегиональном корпоративном финале, который состоится в конце мая в Екатеринбурге. Андрей Бессонов, Андрей Горгуленко, Григорий Пельшаков. События. Бесплатные кружки для детей на любой вкус. В Самаре можно научиться петь, танцевать, изучить приемы борьбы или правила английской грамматики на базе Детского епархиального образовательного центра. В этом году он отмечает юбилей. Вот уже 20 лет в центре реализуют программы дополнительного образования. Он был учрежден Самарской и Тольяттинской епархией по благословению митрополита Самарского и Новокуйбышевского при поддержке правительства Самарской области. Подробности в сюжете Елизаветы Прокопенковой. Злате Зюлиной 15 лет, 7 из которых она проучилась в музыкальной школе, пока не услышала, как поет хор созвучия Детского епархиального образовательного центра. Случилось это в летнем лагере на хоровой смене. Злата решила продолжить музыкальное образование там. И вот уже два года посещает занятия пения в епархиальном центре. За это время стала старостой группы. Мне здесь в хоре нравится то, что мы не изучаем какой-то максимально банальный репертуар. То есть, если в музыкальных школах мы учим только классические произведения, то здесь есть разнообразие. Мы учим, например, песнопение для служб, литургии, поем очень часто их здесь. Плюсом нам дается выбор, хотим мы петь данное произведение или нет. Если оно нам не нравится, мы его учить, скорее всего, не будем, потому что от этого просто не будет толку. Некоммерческий фонд Детский епархиальный образовательный центр – это уникальный проект Самарской области. Он был учрежден по благословению митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия и при поддержке правительства Самарской области в 2004 году. С тех пор по всему региону открылось 27 учебных филиалов. В них дети бесплатно изучают английский, учатся играть на музыкальных инструментах, занимаются самообороной, поют и танцуют. Государство выделяет через Министерство образования субсидию, и мои педагоги, в отличие, опять же, от воскресных школ, могут официально трудоустроиться, получить социальные гарантии, социальный пакет, пенсионное отчисление и так далее. У них будет идти педагогический страж трудовой. А приходы, то есть православная церковь, через приходы содержит здания, платит коммунальные платежи, осуществляет ремонт, покупает костюмы. И поэтому родители, они действительно имеют возможность не платить на регулярной основе. Педагоги центра составляют учебную программу с учетом интересов детей. Учителя помогают и родителям, отвечают на их вопросы и дают советы. Об этом рассказала мама одной из воспитанниц, Наталья Кудряшева. Ее старшая дочь уже отучилась, а младшая посещает хор, английский и танцы. Во-первых, я совершенно спокойна, что здесь к ним относутся с добром, что здесь они попадают в коллектив, скажем так, единомышленников, и, как говорится, и педагоги, и дети, они все настроены на одной волне, соответственно, как бы лишних страхов, да, вхождения в какое-то незнакомое общество нет. Ну и плюс, конечно, я вижу, что дети, конечно, преумножают свои навыки и в творчестве, и, скажем так, в духовном развитии. В этом году детскому епархиальному образовательному центру исполняется 20 лет. За это время педагогический состав накопил огромный опыт и с удовольствием делится им с другими епархиями. Елизавета Прокопенкова, Николай Сидоров, События. На этом выпуск подошел к концу. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин